МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И оскорблениями суда. Только за это где-нибудь в Соединенных государствах Америки она получила бы куда больше двушечки. Но кого из ее многочисленных покрывателей это интересует? На этой неделе к ним присоединился и министр иностранных дел СГА. Джон Керри потребовал освободить Надежду Савченко, подозреваемую в убийстве российских журналистов на Донбассе. Он заявил, что суд над нею нарушает обязательства Российской Федерации по Минским соглашениям. Открытым текстом спрашиваю, господин Керри, где в Минских соглашениях хотя бы слово об освобождении Савченко? И второй вопрос главный. Недавно американские спецслужбы устроили целую спецоперацию по задержанию гражданина Российской Федерации Виктора Анатольевича Бута. Чтобы тот предстал перед американским судом за, внимание, готовность продать оружие в Колумбию. Из этого оружия якобы могли бы стрелять по американцам. Такой же был ответ России. Буту вы впаяли. Четверть века тюрьмы. Мы обвиняем. Куда тяжелее. Наводчица минометного огня четко видела в прицел беженцев и журналистов. Хорошо понимала, что те безоружны. И дала команду огонь. Тем самым напрямую участвовала в убийстве наших граждан. Интересно, американский суд отпустил бы такого подозреваемого, получив требования от российского МИДа? Но вопрос, конечно, не в Савченко. На нее американским дипломатам плевать. Реакция Керри связана не с ее судьбой, а с судьбой всего украинского проекта. На прошлой неделе сразу несколько европейских политиков выступили с сенсационными заявлениями о будущей судьбе Украины. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, Украина точно не будет способной стать членом ЕС в ближайшие 20-25 лет. Это же касается и членства в НАТО. То есть никогда. Следом МВФ связал выделение Украине очередного транша с урегулированием ее долга перед Россией. Таким образом, Украина попала в замкнутый финансовый круг. Чтобы получить следующий транш МВФ, она обязана отдать долги Москве, а их она может отдавать только из траншей МВФ. Тем, кто мечтал о синим европейском паспорте, о дождей евро на улице Киева на следующий день после победы Майдана, показан жирный кукиш. Как теперь Борошенко и его американским друзьям-хозяевам объяснить украинцам, что они скакали зря? Как европейцев вернуть в антироссийское русло? Дело непростое. Нужна жертва. Еще одна небесная сотня. И тут, как никогда, кстати, подворачивается Савченко. И с удовольствием разыгрывает свою роль. Вот уже несколько дней киевские боевики забрасывают бутылками с йодом и камнями здание дипломатических представителей с Российской Федерацией на Украине. Митинг нацистов в Киеве призвал объявить террор против Донбасса, войной против России, а заодно разогнать украинскую православную церковь московского патриархата и признать врагами всех ее прихожан. Витрины и двери чужаков уже помечали краской. Например, в гитлеровской Германии. Но кому в Западной Европе и Северной Америке интересны эти аналогии? Кому важны подробности дела? Кто задумывался, что на момент задержания гражданка Савченко была не военной даже, а наемницей печально известного нацбата Айдар, вооруженного на деньги Коломойского? И в этом статусе участвовала в убийстве мирных людей. Открытым текстом спрошу у тех, кто хрустел печеньками Нуланд на киевских площадях, а потом начал резню русских на Донбассе. Украина, ца Европа? Вот только Европа думает иначе. И для многих там наступила минута прозрения. Поэтому все, что остается киевским временщикам, продолжать войну. Украинские силовики пытались захватить нейтральную зону в районе Ясиноватой при поддержке танков и бронетехники. Разведка боем длилась почти трое суток. Под обстрел попали журналисты российских каналов, снимавшие в это время репортажи с линии разграничения. Несомненно, во всем опять обвинят нас. Проглотит ли в очередной раз ДЭЗу Европа? Большой вопрос. У нее своих проблем хватает. 7-8 марта состоялся саммит ЕС Турции. Принят предложенный Турции план остановки потока беженцев через нее. ЕС предоставляет по меньшей мере 3 миллиарда евро на обустройство лагерей в Турции. Она согласна принять тех, кто ранее прошел через нее в ЕС без документов. Но взамен направит Европейский Союз только же беженцев с нормальными документами. ЕС ускорит введение безвизового режима для граждан Турции, а также рассмотрит вопросы об ее членстве в ЕС. Открытым текстом перевожу. Турция выкрутила ЕС руки. О безвизовых поездках и членстве в ЕС Турция мечтает добрых полвека. Теперь мечта почти завоевана. Партнерством с боевиками. А европейцев уже на законном основании захлестнет поток тех, кто готов всем навязать свои порядки. Жаль, нынешние вожди Европы не учились в разведшколах. Уж там-то твердо знают. Раз уступишь шантажисту, навеки угодишь к нему в плен. Это правило должны запомнить и мы. И быть твердыми до конца. Иначе в нынешней огромной политической турбулентности просто не выжить. Что ж, на этом все. Будет следующая неделя, будут следующие новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!